Привет, ты на канале Мэджик Пэтс, я Миша Лайк, и сегодня 8 февраля у меня день рождения. Мне исполняется 3 годика, но в волшебной семье я всего один год. До этого я жила с другими людьми, они уезжали в другую страну и почему-то решили меня усыпить. Я на них не обижаюсь, ведь благодаря этому Аня меня забрала к себе, и у меня появилась новая семья. Мой муж Эйвен сразу же влюбился в меня, и мы поженились. Но мы не могли иметь детей, поэтому дочерили Юмичу. А сестра Эйвена Софи стала мне лучшей подругой, вот так. И сегодня мы будем справлять мой первый день рождения в семье. Я очень стесняюсь и немного переживаю. Подписывайся скорее на наш канал, а я пошла наряжаться. Ничего себе Миша сказала такую длинную фразу. Мам, крутяк! Так, ждем, вроде ушла. Подожди еще немного. Вроде бы ушла. Сидим, как ни в чем не бывало. Но теперь уж точно ушла. Ждем. Может все уже? Ушла. Давайте скорее. Это очень ответственный день, первый Мишин день рождения. Надеюсь, вы все девочки приготовили подарки. А я знаю, где сейчас Аня и что она делает. Кисалис, мы все знаем, что она делает. Ну и что? Она наверняка готовит торт. Правильно, но ты знаешь, не все. О чем она говорит? Не знаю. Кисалиса, как всегда, о своем. Ладно, проехали. Нам нужна коробка. Чуть я об этом не подзвунула. Где нам съесть коробку для подарков? Я уже об этом позаботился. Видишь, Юмичу, твой папа умный. Даже салатовая. Мамин цвет. Я одолжил ее у подписчицы. А я, между прочим, знаю, что Аня подарит Мише. А вы не знаете, между прочим. Вот так вот. Мой секрет. Отлично, Эйвен, братик мой. Молодец. Я так и знала. Я всегда в тебе была уверена. Эта коробка нам очень подходит. В нее-то мы и сложим все наши подарочки. А вы не знаете, что Аня подарит Мише. Я увидела секретный подарок. Очень крутой. Кисалис, ты о чем? Кисалису, хватит уже нас там дразнить. Рассказывай давай, что за подарок. А не скажу, а не скажу. Ну и что, а мы сами узнаем, да? Кажется, я понял. Вот для чего Аня купила мне этот галстук. Эээ, для чего, Эйвен? Я думаю, она собирается снять видео на главный канал Magic Family. Точно, точно, Эйвен, ты прав. И еще она всякие принадлежности приготовила. Значит, она снимет ролик про день рождения Миши. А там мы увидим, какой подарок она ей подарит. То есть там будет торт, подарок и какие-то процедуры. Так что кисалису, мы просто посмотрим ролик на канале Magic Family про день рождения Миши. Понятно? Нечего нас тут разнить. А какой подарок вы узнаете, только когда посмотрите ролик. А я уже знаю. А мы его с мальчиками вот сразу после этого и посмотрим, ясно? Точно, потому что он уже к этому времени будет на канале. Так, ребята, давайте уже складывать подарки в нашу коробочку красивую. Начинаем. Вы начинайте, пока я догрызаю снежинку. Эту коллекцию салатовых косточек я собирала для Миши очень долго. И я жертвую ее ей. Софи, и обгрызанную косточку тоже подаришь? Эван, вот вечно ты придираешься. Ну, погрызла немножко. Это же чуть-чуть совсем. Ладно, ладно. Давай, складывай, тетя Софи. Так, первая косточка в коробке. Вторая косточка. Так, отлично. Третья косточка. Надо красиво, аккуратненько их сложить. И четвертая самая красивая косточка. Отличный набор салатовых костей, Софи. Четвертую неаккуратно положила. Да, сейчас переложу. Вот так. Можно еще к набору костей добавить вот этот вот цветок. Да, Юмичу, ты права. Его тоже надо положить в коробочку. Пусть Миша наконец-то научится играть игрушками. Точно, Софи, тогда я пожертвую для нее свои салатовые мячики. Драгоценные. Отлично, Эйвен, мячик маленький. Положим вот сюда в уголок. Эх, мячики это самые мои любимые игрушки, но для жены ничего не жалко. Да, ты прав, мой брат. Молодец, вот сюда положим мячик. Отлично, у нас уже почти полная коробка игрушек для Миши. Да, чем больше будет игрушек, тем веселее Миша будет жить, вот. Но это же еще не весь наш подарок. Вы же должны что-нибудь тоже подарить Мише. Эйвен, Юми, Киса Алиса? А где Киса Алиса вообще? Я знаю, где она прячется, как всегда. За шторы. И судя по цвету, Киса Алиса, это твой подарок, да? Давай мне его сюда. Давай, давай, давай. Я думаю, это подарок Кисе Алисы. Все верно, ботинок со шнурками. Салатный. Киса Алиса, во-первых, салатовый, а не салатный. А во-вторых, зачем он ей нужен? Вы что, вы вот дарите ей всякие игрушки, чтобы она развивалась. Ну и? А я тоже дарю ей ботинок развиваться, завязывать шнурки. И вообще, не проистовайте ко мне, кто что хочет, то и дарит. Вот я считаю, может, мячик ей не нужен. Киса Алиса, не обижайся, ты молодец. Да, вы правы, каждый дарит то, что хочет. А мой подарок для любимой жены Мишани связан с нашей личной жизнью. Спойлер, в видео про Мишу день рождения Аня наденет на Мишу полотенце в виде лягушечки. И когда я в этом полотенце ее увидел, я назвал ее лягушечкой. И поэтому мой подарок, игрушка-легушка. Вот. Мне кажется, ей должно понравиться. Да, Эйвен, братик, это просто отличный подарок. Давай, я положу его в коробку. Хотя, конечно, жалко, очень уж хорошая лягушечка. Дай посмотрю, тетя Софи. Нет, Юмичу. Ну, дай посмотрю. Давай я положу его в коробку. Юмичу, клади в коробку скорее. Такая классная лягуха. Можно я ее себе оставлю? Нет, клади скорее в коробку, Юмичу. Ладно, для мамы не жалко, ладно. Ты как-то некрасиво положила. Я умею упаковывать подарки. По-моему, не очень. Я умею. Ах, ладно, ладно. Сколько подарков у Миши будет. Я так и не знаю, когда мой день рождения. Ведь меня нашли в канализации. Киша, Лиз, не переживай. Я уверена, мы решим, когда твой день рождения. А я жертвую для любимой мамулей салатную курицу. Салатовую. Салатовую курицу из моей коллекции куриц и теток уток. О да, это очень большая жертва, Юмичу. Да, потому что тетки утки и курицы мне все очень дороги. Но ради мамы не жалко. Все, отлично, последний подарок. Коробка собрана, ребята. Прощай, дорогая тетка-курочка. И это, по-моему, не последний подарок. Конечно, не последний. Как вы думали, мы могли забыть про Миши день рождения? Лаки, я надеюсь, ты все красиво упаковала? Рики, конечно, я все красиво упаковала. Ты что, не видишь салатовый цвет? Салатовый мусорный бачок? Ну, извини, у нас просто не было салатовой упаковочной бумаги. Ну, подарок ты хоть внутрь не забыла положить? Да ничего я не забыла. Вы что, Рики-Лаки, вы дарите Мише мусорный бак? Я всегда говорила, что кошки очень глупые создания. Она говорит, что она не кошка. А кто? Она говорит, что она собака. Да, конечно, собака. Короче, мы дарим Мишке новую мишку в коллекцию мишек. Поздравляйте ее от нас и муравьев с днем рождения, а нам пора. Мусорка. Да, новый мишка в коллекцию Миши. Софи, давай посмотрим. Да, да, я уже смотрю, хочу достать этого мишку посмотреть. Это пранк или нет? Потому что обычно Рики-Лаки над семенами издеваются. Настоящий мишка с коктейлем в руке. Не коктейль, а взбитые сливки. Красивый. Что-то я даже уже нервничаю. Такой большой подарок мы собрали. Все аккуратненько упаковали. Отлично, тащите крышку. Крышка, крышечка, крышка, 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 крышка. Закрывайся. Ох, ребята, все, мы готовы. Мне кажется, мы такой большой подарок еще никому не собирали. Даже мне. Ребята, это же первый Мишин день рождения в нашей семье. Мы должны подарить ей такой подарок, чтобы этот день рождения навсегда и запомнился. А давайте попросим подписчиков наставить много лайков, Мишке и написать поздравительных всяких разных комментариев. Киса-лиса, это крутая идея. А еще пора голосовать в вопросе про голоса. Эээ, забыла, что хотела сказать я. Мне кажется, или Киса-лиса сегодня особо активна. Просто я уже жду, не дождусь, когда мы начнем есть торт, торт, торт. Киса-лиса, вообще-то это будет собачий торт, и ты его есть не будешь. Так не честно. А, давайте уже звать Мишу. А вот и я, я пришла. Миша, какое у тебя нарядное платье. Вообще-то, София, это в прошлом твое платье. А, ну зачем ты так, а? Ой, эээ, да, простите. Не умеет обращаться с женщинами вообще, кисались, пойдем поздравлять Мишу. Я на вас обиделась, я тоже хотела есть торт, а вы говорите, что мне нельзя. Потому что ты кошка. А, нет, я просто очень крутая собака. Дорогая Миша, до того, как Аня принесет торт, я хочу поздравить тебя с днем рождения, и для тебя мы собрали целую коробку в подарок. Да, мы все туда положили подарков, и платье у тебя красивое, не переживай. Мы все поздравляем тебя с днем рождения. Я тоже поздравляю, но я на вас обиделась, что вы мне тохт не дадите. А я, как твой муж, желаю тебе любви. Спасибо, я уже нашла любовь. А коробку нашу с подарками ты откроешь потом. А я, как твоя подруга, хочу пожелать тебе только счастья, и мы очень рады, что ты оказалась в нашей семье. Спасибо большое. И меня удочерила. Спасибо, я сейчас расплачусь, мне так приятно и так стеснительно. А я знаю, что Аня тебе подарит. Замолчи, я же расскажу. Раз торт не берете меня есть, кисали, замолчи. А что Аня подарит? Я знаю, что она собралась мне делать всякий уход. Да, и у нее есть для тебя подарок, кроме торта, но мы не знаем, что это за подарок. И кисалису рассказывать не будет. Мишанечка, я сделала для тебя торт в стиле Майнкрафт. И здесь вот такая вот компьютерная цифра 3, 3 годика. Поздравляю тебя с днем рождения. И я тоже очень рада, что ты оказалась в нашей семье. Этот тортик для тебя. Ань, а мне говорили, что еще подарок какой-то будет. Ничего себе ты, Мишанька. Да, действительно, у меня для тебя есть очень крутой подарок. Ну и кроме как нарядить красивое платье, надо тебя и в порядок привезти. А о том, как девочки жестко поругались из-за тортика. Что это ее торт? Продолжение моего дня рождения и Анин подарок смотри на главном канале по ссылке внизу. Спасибо вам всем большое. Я сейчас расплачусь. И вам, Мэджики, за ваши поздравления вконтакте и в инстаграме. Пока. Когда ты фазер взлел и стал старшин на год, ты думал, будешь плакать, но все наоборот. Когда ты фазер взлел и стал старшин на год, тебе вдруг показалось, что-то тут не так идет. Нет! Когда ты фазер взлел и стал старшин на год, ты просто стал уверен, что все прошлое пройдет. Когда ты повзрослел и стал старше на год, вместо того, чтобы переживать, надо идти вперед! Облака прудут над нами, нам теперь открыты грани, а-а-а, минус один год в календаре, ничего не значит я онлайн, я здесь. Облака прудут над нами, нам теперь открыты грани, а-а-а, минус один год в календаре, ничего не значит я, а-а-а. Когда ты повзрослел и стал дальше на год, увидел позади себя много ненужных хлопот, забот, что было, то прошло, и пора идти вперед, и смс-ку другу скинешь, спасибо, бро, за то, что был всегда со мной, спасибо, папа, мама, все, кто ждет меня домой, спасибо, то любишь, что приключалось летом и зимой, и этот день начну с улыбки, ведь я здесь и я живу, и этот день не каждый другой день, мой, мой, мой.